я по каким-то параметрам стала пианистой пианисткой пианистом то есть наверное во мне есть какие-то вещи которые нельзя описать словами и буквами и конечно очень легко сесть и сказать давай полетим на луну и мы будем там летать летать и сыграем там какую-нибудь фантазию экспром шапана полет бабы гина на этой метле но у меня очень много учеников логистика включая взрослых вот сегодня у меня был взрослый и интересно что смотрит на четвертушку а под ней . стаккаты да а в другом месте на другой странице другая пьеса там четвертушка и сбоку . вот я век учусь и век учусь учеников вот для них . еще непонятно снизу или сбоку бывает же на часы сверху если палочка вниз то она еще сверху снова так как орбита и нужно понять что если на снизу или сверху это стакката а если на сбоку она держится понимаете нужно еще уметь объяснять людям логично вот у меня была девочка на сейчас как бы есть но просто я и объясняла форта как будто подняться по ступенькам вверх или спуститься вниз да контрастная динамика я включаю свет выключаю свет то есть либо тихо либо громко я даже описал описывала им что у нас бостоне есть музей музыкальных инструментов и там стоит клавесин с двумя с двумя клавиатурами которая выше например тихо которого ниже громко то есть для того чтобы сыграть громко нужно руки поднять и сыграть на клавиатуре тихо нужно пустить руки сыграть на клавиатуре вот я вопрос дала и люди не понимают тут скажите какой что я про какие усилия я предлагаю для того чтобы мой бизнес был надежным на чем он держится вот что делать моим мы мою школу моих учеников мою зарплату стабильной я вот задала вопросы я принципе могу на них сама же ответить мне кажется люди не совсем иногда понимают о чем я говорю хотя мне кажется я говорю бы то есть ясно выражаю свою мысль так вот я считаю что мой бизнес держится на том что я работаю каждый день без выходных не было еще ни одного ученика которому я сказал нет я не беру учеников не было вот каждый день это получается на заметку тем кто хочет хочет ли тот работать вкалывать каждый день многие скажут нет не хочу 2 я поставил свою школу на те рейсы которые уже были изобретены вот сейчас я вставила видеоролик конференции конференции существуют экзамены существуют я еще не поднимала вопрос конкурсов в америке если вам интересно я расскажу про конкурса в америке для маленьких не про кисиных я говорю просто про каждого из нас мы были в детстве нас никто не выпускал на конкурсы до что мы не были кисиными вот так вот рельс уже есть я просто поставила вагончик со своими учениками и мы поехали по рельсам то есть получается работать каждый день нужно стать членом какой-то организации на крупной организации в каком-то штате вот в которой уже есть какие-то наметки хочешь бери не хочешь просто платить членские билеты не пользуйся но я хочу получается я стою на рельсах не только организации этот массачусетта но я еще стала активнейшим просто досконально активнейшим активнейшим членом экзаменационной системы так а это экзаменационная система проходит не по то что нашему штату просто если мы ученик приехал в другой штат он продолжает по той же системе заниматься по всей северной америке и канаде да вот ну а такая же система примерно такая же система есть как-то на по-другому называется может быть мне тоже кажется цены цены примерно одинаковые я не знаю как в чем разница но в общем таких экзаменационных систем я знаю две так получается значит работать каждый день экзаменационной системы 2 что еще опять же я задаю вопрос но мне кажется могут люди не догадаться это нужно постоянно скрепливать вот сейчас за этих концертов нету но я думаю что я приведу концерт может быть двадцать втором году вопрос этот коронавирус достал уже вот концерты где этот я могу там зацепить больше внимания учеников получить больше от них ахов охов ну понятно что если у меня ученики шикарно играет ученики которые только начали они увидели увидят что будет дальше те которые будет дальше они увидят что к чему это все движется как бы это необходимо делать для родителей вот я опять сниму шикарную сцену я найду что-то что-то чем я поражу своих учеников вот то есть вот все на что вы говорите я не хочу работать каждый день я не хочу пробовать разные методики что уже методика есть я как бы сижу этой методике и сижу я эту методику начала наверное года четыре назад а до этого я говорю у меня года четыре я сидел на своих собственных произведениях ну разумеется подготавливала пока детки были маленькие вот эти маленькие пески а потом я переводила уже на какие-то несложные минуэты да а до этого я сидела на фейбрах то есть я постоянно как-то я даже не чтобы дальше после экзаменации вот поэтому опять же говорю работа каждый день уже какие-то рельсы которые вот явно как бы с которых ученик не соскочит потому что для участников самый главный бич это ученики соскакивают они же нету окончить первый класс окончить 2 класс 4 нету вообще ничего не оканчивать участники на то что мы можем спокойно зайти и спокойно выйти вот и обязательно концерты то есть концерты которые не просто какие-то которые мне в карман ничего не кладут зачем такие концерты я вкладываю с душой а мне за это никто не платит вот поэтому вот примерно так вот эти три вещи которые я думаю вам вам пригодится если вы хотите двигаться в моем направлении мне кажется что это будет работать в точке мира не только в бостоне может быть примерно то же самое можно сделать где вы живете мне кажется вообще разложили карту своего города посмотрели все где есть музыкальные точки куда можно детей отвезти мне кажется нет ну в общем да еще хотел сказать спасибо вам за много человек пишет писем а вот и я действительно всем отвечаю потому что мне интересно что вы что вы думаете да какие у вас куда вас интересы ваши лежат вот поэтому да я всем отвечаю и может быть не сразу тучи а потому что нас еще время не совпадает вот ну в принципе те те вопросы которые нахожу самым интересными я на них сразу же делаю видеоролик так что спасибо вам большое